Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй, и сегодня, знаете что? Сегодня видео-сюрприз, потому что мне прислали вот такую бьюти-коробочку. Впервые я получаю бьюти-коробочку, бьюти-бокс называется, и абсолютно не знаю, что там внутри. И самое интересное, что честно, я не смотрела, что там внутри, потому что я хочу вам показать чистые свои эмоции, как они есть. Не так, что я посмотрела, оценила уже, там подумала, что я вам скажу. Нет, именно все как есть. Так что это видео-сюрприз, и я буду реально ла-ла-ла, сюрпризик. Кстати, одна из офигенских моих кофт новых, ссылочку оставлю внизу. Ну, мало ли, будете спрашивать, потому что я уезжаю, и, может быть, я не смогу вам сразу. Ах, я открываю эту коробку красоты, вот там сколько всего. И смотрим. Первое, что мне бросается в глаза, это вот такой вот мягкий скраб для лица. Ух ты, для лица у меня нет скраба. Нет, у меня есть какой-то скраб. Ну, этот же розовый. Это же вообще классно. Значит, надо нам понюхать. Это что такое у нас? Face of scrub. I like to do what you like. Как бы спрашивает, что тебе нравится? Боже, какой запах. Кристинка, иди по нему ходи. Это реальная клубника перетертая. Ну, сделайся вот так немножко сзади, как будто ты отсюда. Ножди. Давай. Клюв. Давай. Я это не вырежу. Да вырежу, вырежу. Ну, может, это истанно. Я же тебе. Давай еще больше сзади. На этом не вырежу. Можно я оставлю? Жире. Наживай. Жире погрите. Давай. Жире погрите. Иди скорее понюхай. Только не смурегай. Это просто черный ручек, белая маечка. Ладно, не надо. Ну, как это? Ну, что там будет? Ну, потому что ты не готова для видео. Почему? Он на голове. Ну, господи. Почему? Как я знаю. А так ты кого-то на коленях у меня. Кристин, я не понимаю. Это как? С колен встань ты? Можешь не вставать с колен? Ну, у него что-ли будет? Ну, у него типа там кусочек. Ну, неинтересно, короче. Ты хотела съесть его? Да. Ну, Крис, все, короче. Все, Кристин не нюхает. В общем, офигенский скраб. Криша просто не одетая. Три часа мы сейчас думали о том, как она будет его нюхать. В общем, она его понюхать что-то не съела. Да, Кристин? Да, что-то не съела, поэтому что-то так надо. Вам слышно ее? Алло, спит просто уже почти. В общем, это офигенский, офигенский. А ну, дайте я попробую их на вот это, знаете. Мелкие, мелкие. Я, ну, как бы разбираюсь, да? Можно дотронуться, и такие будут крупные. А здесь мелкие штучки. Блин, да я с удовольствием же буду делать маски. Не маски, а скрабики. С удовольствием буду им делать. Потому что такой запах... Они же не знают, что я просто ароматерапевт. Нет, аромолюбитель. И для меня очень важно, чтобы продукция вся пахла. И не важно, что это будет. Это будет тушь для ресниц, губная помада, шампунь или еще что-то. Я люблю, чтобы все вкусно пахло из косметики. Так, вытерем вот так вот. Вытерем вот так вот ручки. Немножечко. Второе мне бросается в глаза. Вот такая вот Makeup Expert увлажняющее средство для снятия макияжа глаз. Для чувствительной кожи вокруг глаз. О, представляете, вот что касается вокруг глаз, у меня все время немного этого. Потому что, я не знаю, как-то это отдельно уход за глазами. Хотя я уже купила кое-что себе, да, там от синяков под глаза. И как бы делаю. О, укрепляет ресницы еще. Представляете, это специально для глазиков. Это тушь смывать. Если вы только тушью намазали. Блин, классно. Мне так приятно. Особого запаха нет. Такой какой-то нежный-нежный. Такой вообще отдаленный. То есть, ну реально, вот кто аллергик, там может быть, да, на какие-то сильные запахи. И удаляет достойкий макияж без трения и жирной пленки. Вау, супер. У меня как раз такой мейк сегодня. Я сотру вот им. Супер. Розовый. Вы понимаете, да, что первым делом меня на розовый оттяню. Потом, смотрите, блеск. Я сейчас им накрашу губы. И мы посмотрим, что это будет. Пусть блестит как следует. Такой чисто блеск, да, с легким перламутром персиковым. Ты видишь? Да. В общем, вот такой блеск. Пахнет очень приятно. Пахнет какой-то конфеткой такой, да. Ну, как обычно, блеск. Это люминея в цвете 7. Creme Lip Glows. Как вам произношение? В общем, вот такой блеск. Интересненький. Дальше, 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 дальше. Ой, сколько тут всего. Стакой тут всего. Пудра. Слушайте, ну, а вот это, кстати, пудра. Непонятно вообще, что за фирма, что к чему. Ну, вообще, просто она без опознавательных знаков. Это сюрприз? Кажется, это презент от коробочки. Презент от коробочки? А цвет интересный? А коробочки, что же у него за адрес? Мой, не мой. Мне кажется, он немножечко желтоватый для меня. У меня очень белая кожа. Вот он, кстати, к крестинке мог бы подойти классно. Крест, попробуешь? Что же, конечно, что у него за адрес? Ты сразу сказал, что у него цвет. Тебе понравился, ты понял, что это твой цвет, да? Вот, видите? Немножечко темновато мне, например. Ну, вот, крестинка попробует, если ей подойдет. Она потом накрасит на своем канале, покажет вам, как это. Да, ссылку на ее канал оставлю внизу, так, чтобы вы знали, имели в виду. Кто новый, кто в первый раз. Моя подруга тоже стала блогером. Я ей активно в этом помогаю. Надеюсь, что вы поможете. Так, дальше у нас идут вот такие тени розовые. Я люблю розовые. И, кстати, вот такие розовые, я как-то покупала в одном магазине, они мне были как хайлайтер. Ну, вот тени, они перламутровые немножечко с кисточкой идут. Давайте, а что, давайте. У меня, кстати, немного теней вот здесь вот, да? И как раз-таки розовый, он будет, ну, актуальный туда нам. Сверху теней. Может, это, конечно, неправильно, но можно же увидеть какой-то лотиночек. Вот чуть-чуть сюда, да, чтобы прям вот заблестело, заиграло. Что скажете? Это, кстати, Римель, Римель Ланда, фирма. Я что-то покупала. Нет, это не румяна здесь, потому что кисточка для теней. И вот я сейчас попробую, как использовать, если как хайлайтер. Как хайлайтер. Кстати, можно идеально использовать как хайлайтер, потому что здесь вот такое, знаете, естественное свечение, не сильное, потому что вот какие-то я покупала, я, кстати, хайлайтер не нанесла. Какие-то я покупала. Они слишком блестки. А здесь, смотрите, какой естественный вообще. Ну, я люблю хайлайтеры. У меня много хайлайтеров, и вообще, если вижу, что можно что-то использовать как хайлайтер, это, конечно же, будет всегда у меня на первом месте. Вот так. Смотрите, как классно. Мне очень нравятся и подглазки. То есть вот тени хайлайтер. Они даже и не знают, наверное. Бывают тени, блин, круче делают, чем сам хайлайтер. Реально. У меня их много, и потому есть такие, что мне не нравятся. Что это у нас такое? Это от Pantenexpert что-то. Что такое все по-английски? Кондиционер. HDF. Кондиционер. Смотрите. Небольшая штучка. Я не знала, как они продаются, никогда не видела. Пахнет очень ярко. Классно. В принципе, Pantenexpert неплохая марка. Я знаю, что у Кристинки все время она мне бальзам рекламиет. Говорит, ой, ты ищешь бальзам? Спросила бы у меня, у меня Pantenexpert. И много мне кто в подписчиках писал, что классно. Ну, вот я попробую. Кондиционер. То есть это пробничек, как я понимаю, кондиционер. Вот такой есть большой, наверное, кондиционер. Если кто-то пользуется, пишите, расскажите. Что да как. Дальше, дальше, дальше. Гель для рук. 99%. Ну, такой я видела. В принципе, очень круто. У него маленький ребенок. И бывает, что очень хорошо вот так, перед тем, как с ним начать играться. Быстро взбрызгнуть. Да? Вот она. Мы сейчас даже будем с вами идеально делать. У нас будет чисто-чистой. Ой, запахло. Запахло ярким ароматом. Так. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Давайте вот это уберем, отложим. Потому что оно что-то нам откладем. Не знаю, как правильно мешает мне тут. Супер концентрат. Ленор. А я люблю Ленор. И у меня тоже Ленор. Это какой-то другой вкус. Ваниль, наверное. А у меня какой-то интересный. У меня голубой, по-моему. Попробую. Я его открывать сейчас не буду. Ну, думаю, он пахнет вкусно. Ленор, наверное, многие пользуются. А у меня теперь пробнички есть сейчас попробовать. И вот люмине. Еще. Это что такое? All Skin. Для всех, значит, типов кожи. На-да-да. Glow, ripple, витамин С. Я думаю, что это, наверное, крем какой-то. Arctic Lumines Light Lean. Нормально. Это для тех, кто к блондинке. Тут, короче, по-русски сзади написано. Придающий сияние дневной крем Lumines. С витамином С. Попробую. У меня, кстати, вот я еще не нашла для себя крема какой-то супер, прям универсальный. То есть, мне один чем-то одним нравится, другой чем-то другим нравится. Поэтому я всегда готова и пробники какие-то вот пробовать, да. И вот всегда у кого-то приду, всегда только что-то попробую. Мне главное, чтобы все вкусно пахло. Так, вот. Ой, а где крышка? Крышка вот она. Это тоже Pantin Expert. Кстати, оно, по-моему, может оно... И тоже название, Эдди, тоже название такое. Оно идет, наверное, вместе как-то, да. Ограничитель тут стоит. Ну-ка, здесь, может, по-русски написано? Нет, не написано. То есть, блондинка не разверется никак, да. Тритмент. Коллекшн, эксперт коллекшн, Эдж. Надо будет в интернете посмотреть, что это. Если девочки кто-то знают, напишите мне, пожалуйста. Я не буду пользоваться, пока вы мне не напишите. У кого такое есть, кто пробовал? Потому что здесь все по-английски. Но это я поняла, что кондиционер. Но у них вот одна какая-то серия. Наверное, что-то одно, потом другое. А ну-ка, как пахнет. Может, это после мытья, может быть, это... Пахнет шампунью, понтинью. Интересно, интересно. Загадки, одни загадки. Дальше. Это что такое? А, и это понтин. Это шампунь, точно. Шампунь и бальзам. Во. Целая серия. Значит, сюрприз, да? Шампунь, бальзам. Ой, бальзам, шампунь. И что-то еще. Ой, как вкусно пахнет. Мне вот эти запахи нравятся. Я хочу, чтобы мои волосы так пахли. И вот что-то еще. Может быть, это после мытья. Может быть, нет. Что-то интересненькое. Я не в совершенстве знаю английский, поэтому вот так. Дальше поехали. Что это у нас такое? Жидкость для снятия мне как раз нужна была. А, нет, это не жидкость для снятия. Это лосьон. Без алкоголя, не сушит. Для чувствительной кожи. Сислей. Это такой вот тоник у нас. То есть, можно протирать личико этим тоником. Очень приятный аромат. А главное, и он розовый. Что нужно еще блондинки для счастья? Давайте дальше. Ой, смотрите, что это. А что это? Это какой-то лак. Hard and Nails. Вот, Sally Hansen. Да, Sally Hansen. Я что-то считаю, это же Sally Hansen. Я знаю уже, как они выглядят. Я ими пользовалась. Средство для укрепления ногтей. Прозрачное. Супер-супер. Я как раз сделала ногти себе. Шелак. И ноги тоже сделала. Хотела сказать, а на ногах. И ты ноги сделала. Ну, ничего. Ничего. Я думаю, срок годности у него большой. Полежит, подождет. Потому что периодически я прекращаю делать шелак. Мне надоедает. И я укрепляю ноготочки. Так что будет ждать. Лак. Вот такой вот интересный лак. Может быть, это тренд. Кстати, он сюда бы у меня тоже неплохо пошел. Но опять же, я сделала френч. Я пока не буду закрашивать. Но часто ко мне... Ой, кстати, это этот... OPI. Это хорошая, кстати, фирма очень. Такие недешевые у них лаки. Отлично. Классно. Мне нравится. Кристина, а что у тебя с наклеем? Мы не накрасим, не покажем? Ну, ладно. Хочешь накрасим? Давай, сейчас накрасим, покажем. Вот мы накрасили. Леди, покажи. Один пальчик, да? Мне кажется, очень классный цвет, на самом деле. Он такой сдержанный. Вот для всего. Мне кажется, он круто будет. Он у меня с такими маленькими легкими там, какими-то вкраплениями. Но в целом он такой вот коричневый. Ну, на самом деле, у Кристинки такой же лак на ногах. Вы представляете? Она себе купила недавно такой лак. Такого цвета. Так что теперь у меня такой будет лак. А, кстати, я давайте скажу вам цвет, если вам понравился вдруг. Одиннадцатый. Е-одиннадцатый. Вот. И у нас остались... Все. Чуть-чуть продуктов осталось. Это у нас осталось что-то китайское, наверное. Richena Gold. Или не китайское. HANA Clinic. Шампунь, восстанавливающий с хной и комплексом восточных трав. Ничего себе. Вот такой вот. Смотрите. Это два пробничка. Я попробую. Офигеть. Классно. А, так это подождите. Это шампунь один, видимо. А второе маска для волос. Шампунь и маска. Вот это шампунь, вот это маска. Ой, я сразу заценю. Я же маски вообще ищу какие-нибудь суперклассные, чтобы волосы были суперклассные. Так что я вот это попробую обязательно. И вот такие два пробничка у нас. Это Pajot. Пajot. Что это у нас такое? Здесь тоже все по-нерусски написано. Face для лица. Наверное, это что-то для лица. Может быть, крем. Вот такое. Смотрите. Вы подсказывайте мне, если кто-то читать по-английски умеет хорошо и переводить. И вот, кстати... А, нет, это Rexaline. Это у нас тоже здесь не написано ничего по-русски. Или написано суперхидротера... Омолаживающий крем для глаз. Омолаживающий крем для кожи вокруг. Вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. Вот такой фирмы. Это я тоже попробую. Ну, для... Вокруг глаз совсем немного надо. Поэтому маленького, в принципе, достаточно живой. Может, оно такое и есть даже. Может, это даже не пробник. Ну, вот это точно пробник для лица. Может быть, здесь это мелко по-русски написали? А? Нет, не вижу. В общем, вот такая была коробочка красоты. Честно говоря, мне очень много здесь понравилось продуктов. Они меня прям порадовали. Реально, я прям такая счастливая. Фух, спасибо Beauty Box. Да и за сюрпризы. Вообще, это классная идея. Да, идея в том, что вы платите там в месяц, подписываетесь. И вам присылают каждый месяц коробочку, в которой вы не знаете, что. Единственное, что вы знаете, сколько там будет продуктов. Из них там сколько-то будет полноценных. И какие-то будут пробники. Мне кажется, это за не такую большую плату, во-первых, сюрприз. Это приятно, да. Во-вторых, почувствовать себя там девочкой-девочкой. Каждый месяц что-то тебе будет классное. Ну, не знаю, это супер. А в-третьих, пробники, какие-то вещи можно попробовать реально. И потом уже понять, нравится тебе этот товар или нет. Для того, чтобы тратить какие-то большие деньги, да, на приобретение и пробу. Потом и дарить. Вот я так и делаю. Я покупаю все целое, а потом раздариваю все это. Но извините, на это уходит много денег. А это классно. Здесь прям много в одном. Раздарите и сюрприз такой. Классно. В общем, вот так вот. Заказать, кстати, такую можно. Я скину, где ее можно заказать. Так что я в следующем месяце жду еще одну себе коробочку. И поделюсь своими эмоциями с вами. А вам желаю побольше сюрпризов со всех уголков нашей огромной планеты. Ну, чтобы отовсюду сюрпризы были у вас. И приятные. Всем, мои хорошие, я люблю вас. Счастья, удачи, любви. Лайк, подписка. Надоело, наверное, уже, да? Ладно, до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok